В городском округе Люберцы проходит медиа-неделя. Ежегодный проект, объединяющий представителей СМИ и общественность, состоялся уже в 18-й раз. Одним из мероприятий, проведенных в рамках журналистского марафона, стала встреча Владимира Волкова с молодежью. Тему продолжит наш корреспондент. В Доме офицеров сегодня неформальная пресс-конференция. Главный гость – Владимир Волков. В качестве журналистов – школьники и студенты городского округа. У каждого есть возможность напрямую задать вопрос главе Люберец. Прежде всего, молодежь интересует создание нового центра, где они смогут воплощать в жизнь свои творческие проекты. Его строительство начнется уже в этом году. Он очень красивый, современный. Проектировали лучшие архитекторы наши российские. По вашим требованиям много стекла, много таких современных композитных материалов. Будет разная абсолютно направленность. Это и класс для журналистов или для блогеров, как сейчас модно говорить. Это и, конечно же, место встречи, где можно просто будет выпить кофе. Там все будет бесплатно, во-первых. Это полностью огромное здание, 900 метров, около тысячи, где будет конференц-зал, будут классы по интересам, будут компьютерные классы, киберспортивные. То есть наполнили тем, чего у нас нет. Открытие молодежного центра состоится в апреле следующего года. А пока студенты городского округа воплощают идеи на базе своих учебных заведений. Воспитанники таможенной академии, воспользовавшись случаем, рассказали главе о своих успехах. В этом году они стали обладателями гранта Федерального агентства по делам молодежи. Денежные средства направят на создание медиашколы в стенах вуза. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение.